I have ways of blowing things up. Ну, там, где треугольные камни лежат, ошиваются какие-то подростки, которые дают последнее искушение. Они в обмене 4 банки тунца. Конечно, я сразу помчался в лес. Промок, если только доголовый, поменялся. А когда пришел, ну, типа поменялся, переоделся, имеется в виду. Так, па-па-па-па-пам. Извиняюсь, отвлекся. Совсем другая книжка под обложкой. Вместо Фонтейна там про какого-то Кулфилда. И он даже не расследует никаких убийств. Просто ходит туда-сюда. Короче, хочу сегодня взять выходной на тех, тех подростков. Какой выходной? Музыка, ты чё? Нет. Мне записано прямо к врачу. Можно мне отгол? Что случилось? Да вот гороскоп прочла, а там... Какой врач? Иди нафиг. Лили прислала меня на замену. Бородко. Что у вас с фамилиями? У всех, блин. Это он, она... Сейчас посмотрим. Бородко у нас, да. Мистер Нэш, сегодня похороны Вирджила. Берчин, да. Сходи, черт с тобой. Двух лучших копов забрали на похороны. Красота. Так, пусть сам выбирают. Но мне нужен перец. Блин, ну челмики отправить по своим делам не получится. Потому что на тебе дубинку. Во! Пострами. Пострами. Поэтому он у нас полностью укомплектован. Все. Начать день. Нужен скрытный коп. Далее, далее, да. Продолжить. Да, я никого не назначил. За это же мне не прилетит, блин, надеюсь. Ну, то есть... Мне так людей не хватает. Вирджил Берч. После завтра платить фрай. Да какой платить фрай? Ты о чем? Стэн Лазаревич. Про шпинатных берсерков в качалке трепались давно. Но я до последнего думал, что это чья-то тупая шутка. А вчера делал я, значит... Делал я, значит, становлю, и ко мне какой-то хмырь подкатывает. И как начнет вещать про организацию небезразличных граждан, которых трындец как волнует будущее Шарпода. И будущее, казалось, скало мне этот хмырь под угрозой из-за всяких наркоманов и прочего биомусором. Мусор нужно убирать, так что эта организация ищет людей, которые не боятся испачкать руки на благо города. Я еще немного расспросил чисто по прикову, перед тем, как послать куда подальше. Могу сказать, что эти берсерки еще натворили. Может, вам удастся прищемить им хвост, а взамен им... Иди нафиг. Сегодня ночью Шарпут накрыла мощной снежной бурей. Вырванные с корием деревья завалили выезд из города. Обходные пути замело трехметровым слоем снега. Шарпут полностью отрезан на сегодняшний мир. Труд сказать, когда эта блокада закончится. Хе-хе-хе. Два пьяных стариков подрались. Один вылил бутылку из пива на голову другому. Завязалась драка! Эх! Надо использовать эту старуху по максимуму сейчас. Эээ... Хорсман. Потому что... Блин, а тот, кого мне... Захват... Легко подкрался к подонку и наказал его баллончиком. Он рыдал, как тряпка обращения. Просил, клялся, что больше не будет, но я бы не стал этому верить. А клерк довольно остался, сказал, что хоть какой-то правосудец решился и просил передать что-то между... Что ждет у себя на уроках всех наших ребят, даже дугодубов. Ну, по страме, короче, красавчик. Аудиокассеты с записями. Супер. Аудиомагнитофон. 300 баксов сверху. И тренер интеллекта. Я тебя понял. Тысячи... Где столько денег, братья, извиняюсь? Все прошло хорошо. Вот Алиев и Разнокранцев. Погоди, у Алиева смена лояльности опять. Красавчик. Вернулся в строй наконец-то. Давай, бери накипь, поехали. Захват заложников, блин. Старик с длинными, короткими, мокрыми волосами в кожной куртке прижал на старика лицом к столу и льет пиво ему на голову. Кто тебе... Как теперь тебе это понравится, братишка? Былый старик захлебывается пивом. Утарить старика в кожной куртке. Сила же нужна. Заломать старика. Сила же нужна. Дубинкой. А дубинка есть? Дубинка есть у всех, кстати. Давай, челмики. Коп ударил старика в кожной куртке дубинкой по затылку. Тот отключился. Лысый старик поднялся со стола, плюнул пиво и побежал на копа. Порву за братишкой. Заломать. Плохая идея. Ну, давай. Лысый старик ударил копа головой в лицо. Полицейский отключился. А лысый старик привел чувству своего братишка в кожной куртке. И они сбежали. Ну, идеально же. Я понимаю, что ни у кого силы не было. А че? Копы вот вообще... Блин, лысый старик, вы о чём вообще? Ладно. Хорс, может, и убить нафиг? Ладно, нет. Пусть живёт пока что тварь. Блин, а мне некого... 700. 700 будет, подожди. Девушка... Блин, туда надо было снайпера отправить, я что-то тупанул, ладно. Девушка в закрывающем лицо платке целится в аптекаре и забрезает одновременно протягивать деньги. Вот, возьмите, у меня нет рецепта, но деньги есть. Подкрадываемся. Копс умел незаметно подкрасться и без зрения. Оказалось, что лекарства нужны были для годового сына, который сильно заболел. Девушка не смогла разобрать рецепт лекарств, потому что единственная в городе врач, которая мог выписать нужный рецепт, запил и ушёл... А, не, не смогла раздобыть. Да. Запил и ушёл в лес. На тебе, наверное, переговоры до конца. Сюда. Девочка, послушавшая разговоры взрослых мужчин, один из которых убеждал другого купить оружие. Да забирай, не думаю, у них в последней партии всё просто... Всё просто пушка, я теперь свой ствол из рук практически не выпускаю. Мне кажется, тут что-то не то. Мы по совершеннему решили в карты поиграть, да. Блин, по стране с тобой отправлю... Ну, сейчас, вернуться, ребята, мы туда съездим. 553, в прогрессе? Чтоб тебя... Да, чтоб тебя! Женщина негодует, что у неё под дом носится какие-то гонщики таким временем, будто идут на взлёт. О, уоли, его ровно штука! Вот, ехай, сам разберёшься. Так. Две тысячи! Очевидно, заметил, как двое вооруженных людей... Ну, конечно же, в банк они пошли. Ну, конечно же. А пока молодожён оформляли брак. Прочный прикап припарковался на тебе, розенкранца, тоже едь, разбирайся и всё. Братхи, как собака. Причём, братхи опять был в новой форме. Так. Наки потерял уважение. Блин, они все такие, когда теряют уважение, такие в чёрных очках такие. Ну, короче, ограбление банка мы просрали. Вооружённое ограбление. Никто не приехал, преступник сбежал. Ну, хоть никто не погиб, это хорошо. Торговля. Мужчины не было оружия, торгались по поводу редких выпусков. Сёдзи Манги, первый поцелуй лотоса. Белоснежно украшенные ленты, ампикап виляет по дороге. Привязанные сзади банки гремят по асфальту. Приказать остановиться. Наркоман послушался. Копа снял машину и сдался молодожёной. Сели в авто и отправились свадить на путешествие во Фрибург. Во Фрибург. Вам точно это надо. На тебе переговоры. Просто молодец, чувак. Всесторонний развит. Давайте возвращайтесь и поедем. Нарушение. Я думаю, женщины очень громко играли дети, которые упражались огонщиками. Их уже два ложных этих, зато настоящее ограбление банка мы провтыкали. Красавчики. Красавчики, конечно. Так, мне нужно... Говорят, мистер Роули, помощник лесничего. Видел вчера у дороги на въезд в город три странных фургона, припаркованных у обочины. Здорово и охотно делятся подробностями. На крыше одной из машин была какая-то антенна, вроде спутниковой тарелки. Но вообще на фургонах не было никаких познавательных знаков. Никаких надписей. Даже номера какие-то странные синего цвета. Я таких никогда раньше не видел. Я затаился за деревьями и хотел понаблюдать. Но скоро из одного из фургонов, блин, вышел какой-то мужик в костюме в черном плаще. Он закрутил сигарету и закрыл... И зыркал туда-сюда, так что мне пришлось тихонько сбежать. Уже не знаю, что этим людям нужно, но все это как-то жутковато выглядит. Даже не знаю, как объяснить. Прямо как в тех страшилках про людей в черном. Это и есть настоящие люди в черном, поверь мне, дружище. Так, поехали. Берем сюда самых адекватных. Потому что эти будут бегать, как курица с отрубленными головами. Подожди. А по стране приехал? Вот он сейчас приедет? Да. Поехали, ребят. Надерем им задницу. Мы попали в засаду. На бензоколонке не было заложников. Нас окружают! Офигенно! Ну офигенно же! Так. Лучше прячется. Первый раз стреляет бесшумно. Дальше видеть. И повышается шанс вернуться. То же самое. Берем сюда. Дальше видеть. Давай ты сможешь скрывать. Ну вот у трех из них будет первый выстрел, чтобы их никто не заметил. фигово конечно фигово ничего не скажешь переживайте засаду нейтрализуйте подозреваемых не снайпер я вообще со снайпером ехал я ждал дювали с собой вы чё не плохие шансы попасть минус 1 смысле да нормально там вообще минус даже не знаю минус Минус. Перезаряжаемся даже по одному патрону, если вдруг надо. Нет! Ты что? Нет, 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 дурак! Ну что это за сраный мисклик был сейчас? Ну блин, мне чувака сейчас убьют из-за этого. Причем нормального. Зачем ты высунулся к нему? Ну да, естественно, тебя подстрелили. Странный мисклик, ну блин. Так, перезапустить. Получится? Не получилось. Печально. Нет, тут я не буду даже тратить. Коробка. Ну коробка-то такое, кстати, это уже фигня. А, ты до него даже не достаешь, чтобы выстрелить. Все, это до конец хода. Меня сейчас очень сильно мучает. Брал я с собой снайпера или нет? Что вообще происходит, блин? Нет! 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 Чтоб чуваку пришлось подойти. Так, этого сняли. Хочу ли я забегать куда-то? Нет, давай перезаряжусь. Так, тут стрелять не получится. Конец хода. Сколько? Мы двоих сняли? Троих сейчас посмотрим. Раз, два. Да, тебе бежать придется, дружище, давай. Не. Как ты два раза промазал в таком состоянии? Объясни мне, пожалуйста. До свидания. Так, я даже не знаю. Воздук оставляем там пока что. Так, тут еще далеко. Надо от окна убрать человека. Очень маленькие шансы на то, что я попаду. Да нет, уйди. Сюда в укрытие и перезарядись. А, извините, пожалуйста, как он промазал сейчас? Наконец-то. Еще минус один. Еще минус один. Еще минус один. Так. Перезаряди. Завершаем ход. Еще один потенциальный труп. О. Зачем ты высовываешься из-за окна? Да. Очень маленькие шансы попасть по нему. Да. О. Может быть. Подбегаем сюда. Минус. Хорошо. Перезарядка. Я не помню, тут забегал кто-то или нет. Ладно, держим. Не, знаешь что? Тоже перезарядись. Не надо. Так, он по нему дважды по... Вот еще три человека у нас еще бегут, да? Не нужно убирать чувака так на, чтобы они по нему не стреляли. Дань. Пусть они забегают сюда, я не против. Розенкранц. Все, заканчиваем ход. Ну-ка. Некоторые из них скоро дохнуть начнут. Фиг ли ты стреляешь в таком положении-то? Так, у кого там флешка была? У тебя? Нет, подожди. У тебя? Нет. У тебя? Да. У тебя пока нету. У тебя ни паузы? У тебя нету. И вот там, где уже говорят. У тебя это? Давай по вот этому. С хорошими шансами. С хорошими, блин, шансами, говорю. такие себе шансы тут еще ниже а вот вот тут флешка на сорян тут флешка выбирается шансы убить стали гораздо лучше в оглушенного то чувака стрелять гораздо проще есть погодите а кто-то из них сдох или нет 11 арестованных всех подстрелили никто из них не подошли буквально один ход через один ход они бы начали помирать красиво просто красиво на сильный мужик будешь атлант и тебе тоже силу вот давай тебе наверное переговорчики разочек вкачаем вот тебе скорость это у нас больше не такое например был раундит классно классно за спецоперацию и так расследование открыть расследование потом у меня уже три расследования висит но мне нет людей в чем проблема 65 13 арестованных преступников неплохо 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 сбежавших преступники 57 давненько у нас не болтка у хорошего улова забираем вот этого чувака наверно надо было вот этого взять но он не лоялен этот хоть и алкашик но он лоялен вот то что мы его докачаем но мы его докачаем от правда стрелок хороший киму ну ладно еще берем вот так вот 36 только почему не было сейчас выбора на третьего копа так алиев ребят иди нафиг кому-то придется на второй день минуточку бородка ты у нас к пленю давайте еще возьмем муратиан дольче всех вот этих вот знаете давайте тогда сегодняшний день сделаем немножко покороче думаю продолжим тогда следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда муратиан Субтитры подогнал «Симон»